Тункинская долина Национальный парк Тункинский участвует в конкурсе агентства стратегических инициатив с эко-проектом Тункинской долины. Было подано более 200 заявок на этот конкурс, и Тункинский национальный парк прошел первый этап и вошел в тридцатку полуфинала. В данное время идет подготовка ко второму этапу. В минувшие выходные 15-16 августа к нам приехали эксперты, большая часть их со всей России. Посетили объекты перспективного направления экотуризма, что будем в перспективе строить, и провели разговоры штуки. Для организаторов было очень важно собрать команду. В нее вошли ученые, бизнесмены, представители местных сообществ. Их всех объединила идея сделать комплексный план по развитию Тункинской долины. Мы два дня этим занимались. Мы до этого занимались месяц в Zoom, встречались, общались, создавали команды. И сейчас мы создали 17 направлений. Задача сделать так, чтобы у лиц, принимающих решения, директора Наспарка, главы района, были не просто какие-то даже концепции, а готовые решения. По принципу «бери и делай». Сам конкурс оси уникальный, и сам подход уникальный. Создавая современную туристскую инфраструктуру, нужно не забывать об экологии и сохранить живописную природу края для будущих поколений. Мы, иркутская команда, принимаем участие в этом проекте именно потому, что мы сами пользователи Тункинской долины. Мы сами сюда приезжаем, и мы видим, какой огромный потенциал территории, он не раскрыт. Ему надо помочь. Здесь нам бы хотелось применить все наши знания, знания нашей большой команды, чтобы это стало экологическим местом, а не просто большой антропогенной нагрузкой, как сейчас на Байкале. Хочется к Тунке подойти очень бережно. Здесь ждут туристов с востока и запада и будут рады оказать гостеприимный прием ближайшим соседям из Монголии. Сейчас мы находимся на границе с Монголией. В 2024 году ожидается, что переход Мон-де-Хан приобретет международный статус. И сотни тысяч туристов, которые сегодня отдыхают на берегах озера Поксугу, поедут отдыхать в Тункинскую долину и далее в Байкальский регион. Мы находимся на площадке будущего визит-центра, который станет своеобразными воротами России для этих туристов, где они смогут получить информацию о достопримечательностях Тункинской долины и всего Байкальского региона. Сохранять природное богатство национального парка и развивать район для его жителей и гостей – вот главные идеи проекта «Тункинская долина». Нацпарк и район – это два крыла Тунки. Это уникальная ситуация в России, когда границы нацпарка идентичны границам района. Это имеет за собой очень много правовых и финансовых последствий. В Кунку, я считаю, можно заводить деньги через нацпарк за счет федерального бюджета СМИ природы на развитие экологического туризма. А инфраструктура, дороги, мосты – через нацпарк это не заведешь. Это только через муниципальное образование. Я сейчас понимаю, что если мы говорим о развитии других нацпарков, то у них будут очень большие вопросы и трудности. А в Тунке все идеально, вот в этом плане. Районный нацпарк должен быть как два брата, идти в связки всегда. И это будет синергетический эффект. И в этом наше, кстати, конкурсное преимущество. В других нацпарках в Швейцарию не сделаешь. А здесь это все реально. Мы верим, что плодотворная работа участников проекта приведет к созданию комфортной туристической зоны на территории Тулкинской долины. И поможет реализовать самые амбициозные планы. А положительный опыт будет применяться в других районах Бурятии. Таким образом, мы сделаем нашу республику лучше. Редактор субтитров А.Семкин